Ну вот, там вот сбоку пелся какой-то чувак, да, какой-то некий такой этот, ща, где он там был. Да, вот, получается, здесь поставили чувака какого-то, доставили, ну так вот, еще есть с надписью Pornstar, да, и, допустим, вам понравилась Чика, смотрите в клипе, все, как бы, какие-то мечты, а вдруг познакомиться, а вдруг то, что... И вот вам, как бы, ставят чувака, который уже, там, типа, пальцы большие тянет к петушку, чтобы там все же, как бы, разминать, и она, раз, как бы, извивается на этой, как бы, кушетке красной, значит, скорее всего, тоже, как бы, намек на то, что чувак может сюда прийти. И все это, поэтому, в любом случае, это, как бы, некая форма куколдизма, что вы должны будете смотреть в клипе, что Чику, который вам нравится к Чике, будет приставать этот чувак, этот промокашка, который там стоит в тюбетейке. Не знаю, что он дальше будет, но... Сейчас посмотрим, если придет он, не придет. Чика, да, по голосу валит, просто, говорю, песню такую, не люблю с такими восточными. Вот, он уже ближе, видите, уже исчезли перегородки, которые их разделяло, раньше была перегородка, теперь больше нет ее. Сейчас все кончится. Все пошло, и, да, какой-то издевалов вокруг чувака. То есть, чувак уже, видите, там другие Чики с ним пляшут. Это значит, что он предварительно выбран. То есть, получается, той Чики показывает, что он пользуется популярностью, вот две уже вокруг него издеваются. То есть, вы становитесь, как бы, зритель мужчины, становится уже, как бы, втройне, таким, типа, полкуколдом, что уже показывает ему. Смотри, чувак, вот ты сидишь дома, типа, смотришь клип этот, а там чувак вот так вот, как бы, вокруг него все вьются. Ну-ка, и чем кончится? Нет, дальше не покажут. Ну, там, скорее всего, может, на, допустим, по нему еще и страдает. То есть, может быть, он ее, как бы, оставил, наигрался, и все. А вы смотрите, как бы, вот это все. Поэтому, говорю еще раз, что все искусство должно быть, как бы, для мужчин, как мне кажется. На мой, как бы, это мое основное осуждение. Для мужчин даже быть с упором на чик, чтобы они радовались, и без вкрапления третьих чуваков, потому что это, получается, некая форма куколдизма, опять же. А для чик, наоборот. То есть, там, накачанные мужики танцуют, как бы, разминают себе петушки, там, пальцами и так далее. Порно тоже куколдизм. Я, честно говоря, вот такое порно, где мужик кого-то пялит, я бы такое смотреть не стал бы ни за что. То есть, где просто чики извиваются в ванной, что-то делают, может, я бы и посмотрел бы, но где просто кто-то кого-то что-то там это натягивает, а вы просто смотрите, то есть само по себе сравнение, да, что вы сидите с петушком в руках, разлимонивая его просто в кровь, а чувак там наслаждается, как бы, ну, естественным процессом. Ну, нахерать нужно. Это прям типичный куколдизм. Типичный, конечно. Поэтому я бы, вот, порно, где мужики такое делают. Ты, получается, фильмы с мужиками, особенно с поднаженной группой, те же Арнольд с Джеки Чанг, к примеру, смотришь с неприязнью или только в жизни работает? Ну, в целом, конечно, да. Понятно, что когда мужик начинает раздеваться, а тем более, когда какие-то кадры, когда сидит Чика, которая, допустим, мне понравилась в кино, и она, например, на диване, а мужик перед ней как-нибудь раздевается, она подходит, его трогает, типа, что-нибудь там, ты такой сильный, Джон. И все, понятно, что это как бы, ну, неприятная херня, и все. А если песня-то о любви и отношениях, то как бездействующего лица мужчины? Типа, показать, что он тусует с другими Чиками, а ей плохо от этого? Да, просто можно в клипе не показывать его. Просто хотя бы спеть такую штуку, но хотя бы это, чтобы не показывать. Ладно. Как же Титане, которое тебе нравилось? Там Чику пороли. Это момент неприятный. Неприятный, конечно. Вот это разошлись. Есть порно от первого лица. Слушай, ну, ты все равно понимаешь, что это не ты? Какая разница? Ты даже так не обманешь голову. Так.